Radiant Team Pick Radiant Team Pick ...достойного соперника встретили. Ну и на данный момент Тинни плюс Бэйн уже в пике Big Red Machine полностью повторяется. Ну, два из двух были в прошлом матче. Shadow Fint от Team Empire. В прошлой игре Shadow Fint отыгрывал за Big Red Machine. И, кстати, за XC на этом герое нижнюю линию стоял. Тинни стоял в соло против Йоку на мидлейне. Ну и Тинни линию, можно сказать, выиграл, потому что всегда по фарму находился впереди. Ну и на данный момент тут Эмпайр в роли догоняющих, придется что-то выдумать. Клоквер появляется в составе Тим Эмпайр, сложная линия для резолюшена, Шадоу Финд это Йоку на Мидлейне. Ну и Тинни, скорее всего, опять будет на Мидлейне, вот так с Мо. Будет данный герой. В баню отправляется Дарксир, также в баню Квапа, Туск и со стороны команды Биг Ред Машин отваливается Дум и Найт Сталкер. Ну и что себе думает команда Эмпайр, интересно? Не будет же она Виспа давать коллективу Биг Ред Машин? Под Тинни это, прямо-таки, скажем, расчудесная комба. Они банят Брудмазер. Виспа не банят. И к чему все это может привести? Это может все привести к пику Виспа, прямо-таки, скажем, под Тинни. Ондайнг от Биг Ред Машин. Ох, хорошо как зашло. Ну, надо раннюю агрессию, Тим Эмпайр. Никуда вообще от этого не деться. Надо раннюю агрессию. Если пустить Ондайнга просто в этот лес аганимов, Тинни аганим, Ондайнг аганим. Я, честно говоря, не очень представляю, как все это потом вывозить. Винтерн Виверн от Команда Эмпайр. И в четвертый пик Биг Ред Машин. Будет это, не будет, Висп, сейчас узнаем. В баню вряд ли его Эмпайр будут отправлять, потому что уже могли бы тысячу раз отправить. Луна залетает от Биг Ред Машин. Найт Сталкера нет. А Бэйн тоже не у Команда Эмпайр. Ну и... Чё-то набор героев у Биг Ред Машин сейчас очень плотный. Ондайнг это тебе и подхил, и хороший дизейбл. Не дизейбл, но как минимум... Под приостановить всех. А Тинни там уже будет размахивать дубинами. Джаггернаут от Тим Эмпайр. Забыли уже этого героя. Тут на тебе. Джаггернаут для Сайлента появляется. Клокверк для Резолюшина. Шадоу Финт Йоку. Винтерн Виверн. Это Ноу Фиры. И Алоха Дэнс нуждается в еще одном герое. Не знаю, кстати, здесь... Нужна, не нужна. Наверное... Наверное, все-таки нужен Рубик. Если Рубик здесь будет с Аганимом, это будет более действенно. Последний бан от Биг Рэйд Машин. Кто-то из Саппортов еще должен отъехать. Дизраптор, скорее всего, отправится в баню, мне кажется. Все-таки под эту комбинацию Дизраптор хорош. Хотя стяжки не будет, но он хорош сам по себе. Кого же возьмут саппортить? Еще Биг Рэйд Машин себе. Шейкер отправляется в баню. Будет бан в Веспа, не будет. Но это странно, честно говоря. Почему не берут Веспа под Тини? И почему не банят Веспа? При том, что Тини есть в пике у команды соперника. В целом, он Дайанга на сложную можно отправить. Луна с Бэйном тоже могли бы отправиться на легкую фармить. Тини плюс Весп могли бы пойти медлей. Эмпайр по этому поводу не переживает. Судя по всему, если и переживает, то вида не подает. Не знаю, это как ожидание чего-то страшного. Последний пик команды Биг Рэйд Машин пока что в Веспа нет и не планируется. Ну и 2 секунды остается до бана. Это Спирит Брейкер. Андайн, Бэйн, Луна, скорее всего, на одной линии видятся. Империи. Спирит Брейкер отправляется в баню. Решили, что у Флейнера пока что нет. Глянем, глянем, глянем. Тут по такому пику, в общем-то, и триплу можно против триплы отправлять, как мне кажется. И, кстати, Рубика может и Биг Рэйд Машин забрать себе. Не отдавать его Алоха Дэнсу, а взять для, 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 ну для Сландера, например. Или для Скрин, а не важно для кого. Минута всего остается, последний пик. Жду не дождусь. Все-таки Бестмастер, все-таки Оффлейнер. Ох, как давно его не было. Бист появляется в игре в машину, укомплектовались. Луна, Бист, Андайн, Бэйн. И также Тинни. Ну и Эмпайр надо какой-то парень, который все это заткнет. Например, Сайленсер. Почему бы нет? Может быть, может быть. А может быть Дизраптор все тот же. А может быть Рубик. Рубик по данному пику очень хорошо бы зашел. Рубик с Аганимом зашел еще лучше. Тут реально есть что натырить. Да, Рубик от Тим Эмпайр последним пиком. Джаггернаут, Рубик, Винтерн Виверн, Клокверки и Шадоу Финн. Ну и давайте по героям разбираться. Аксмо опять забирает себе Тинни на мидлейн. Сландер будет играть на Бэйне. Скрин берет себе Андаинга. Зейкс Се будет играть на Луне. И Бестмастер отыгрывает Сидой. Со стороны команды Эмпайр. Конечно же, Алоха Денс играет на Рубике. Сайлен берет Джаггернаута. Новый фир. Это Винтерн Виверн. Клокверк для Резолюшена. И Йоку забирает себе Шадоу Финда. Ну и сразу отвалилось два героя команды. Команды Бегрэйд Машин. Странно даже. Что такое? Сейчас 100% вернутся. Пока что у нас скрин и Аксмо отпал. Что случилось с прошлой игрой? Затянули слишком долго. И с Тинни нечем было справиться. Не смог себе Дезраптор в той игре собрать. Аганим просто-напросто не хватило денег. И нечем было Тинни, по сути, затыкать. Блэк Кинг Барб плюс Линкенсфера тогда была на Тинни. И Тинни шел, бил, отрывал куски. Команда Эмпайр в этой ситуации может повториться все. Может и не повториться. Не знаю. Глянем. Тут необходима ранняя агрессия. Это факт. Джаггернаут с Виверной, например, может за ФБ здесь отвечать. Но Эмпайр быстренько скупились. И, наверное, будут бежать драться. Резолюшн пошел на легкую линию. Пока что сам. И четыре игрока команды Эмпайр отправляются вниз. А Уходенс идет первым. Винтерн Вивер не успевает. 2.85 здесь скорость бега. Здесь 305. Здесь 305. Подожди. Здесь 340. Рубик вообще несется на всех парах. Ну и бист. Бист, бист, бист. Точно так же, как Резолюшн. Соло отправился вместо сложной на легкую линию. Сюдой отправился сам на нижний лайн. На сейфу. Ну и Ястреб полетел. Ястреб на проверку, кто здесь есть вообще, кто здесь или нет. Ну, никаких смоков я не вижу. Сюдой пошел чекать руну. Ну и теперь Ястреб наверняка спалит всю эту движуху. В итоге в обход пошла. Команда Эмпайр будет забирать руну. Должна, по крайней мере. Кабан здесь стоит. Кабан, кстати, и добить руну сможет смело. Ястреба немножко побили. Понятно, что где-то здесь, значит... Ну и Кабана будут стопить или нет? Не будут стопить. Йоку в итоге забирает баунти руну на нижнем лайне. Аксмо забирает баунти руну на топ-лейне. Ну, необходимо давить команде Эмпайр, если они не хотят повторений прошлого матча. С Тинни шутки плохи. С Тинни, который выходит в лейт. Это вообще печальная история. И у Тинни уже сейчас практически готова батла. В свою очередь у Йоку есть в рейсбэнд. И денег всего ничего. Ну и здесь трипла. Трипла на нижней линии. Вот. Даже не трипла, а тут четыре героя. На нижней линии трипла все-таки. Стало от команды Биг Рэд Машин на легкую линию. На топ-лейн отправился Бистмастер. Он будет стоять соло против Клокверка. Два оффлейнера друг против друга. Сайлент вместе с Алоха Дэнсом пока здесь. Винтерн Виверн все еще на мидлейне. Пытается подпортить жизнь Тинни. У Тинни уже есть батла у него. Нормально. Три крипа было предостаточно. Лоу-хпшный скрин. Лоу-хпшный Сайлент. Ну и Сайлент еле-еле убежал отсюда. Три Дикея сразу на нем висит. Всего-то 340 хп у Сайлента. И надо опять возвращаться на собственную базу. Время прошло и Джаггеру очень сложно будет против данной комбинации. Дикей не прощает. Это факт. Не надо близко подходить. Не надо там особенно стараться и мучаться. Ну и Нофир ждет, чтобы зацепить Седова. Два кабана здесь. Квижена нет, как я понимаю. Да, не видит здесь Винтерн-Риверну. Все, Винтерн-Риверна пошла навалять по Седому. Батария Саут плюс Коги. Седова должны убивать. Игроки команды Эмпайр. Ну и Седой неужели уйдет? Да, все-таки уходит. Уходит отсюда. Кабан сделал свое дело. Немножко подсловил. И плюс забрал на себя дополнительный демедж, который через Батария Саут был. Ну и Сайлент теперь только прилетает на нижнюю линию. Ну и перетянулся в итоге скрин на Андайенге на топ-лейн. Мешать Сайленту. Сайлент тоже отправился на легкую линию с вап-лайнами. Сделали и Резолюшн в Соло отправился на сложную. Немножко поэкспериментировали. Доэкспериментировали до того, что пришлось и одному, и второму бегать. Седой переместился на топ. Резолюшн переместился вниз. Здесь в Соло против ЗХЦ должен стоять Резолюшн. На одном Клокверке это не так-то просто делается. Клок на близкой дистанции может с Луной поговорить. Но на дальней, конечно, Луной захарасить может Люсинбимами. Да и просто, когда глоевы будут прокачаны, поиздеваться. На мид-лейн перетягивается, в свою очередь, Бэйн. Бэйну сильно настреляли по голове. Бэйн лох-эпешно отсюда уходит. Йоку фармит. 16 на 10 у него, у Тинни 7 на 1. Пока у Йоку ситуация достаточно комфортная. Тинни он перефармливает. И это, безусловно, плюс команды Эмпайр. Ну и главное, это Некромастери. Про Макшен, Некромастери сколько мог. Нет, не сколько мог. Еще один крип необходим Йоку, чтобы стак душ был полный. Все есть. Йоку 22 души. Плюс 44 к дэмэджу. Теперь Тинни он, по идее, здесь должен перефармливать. Плюс рейндж атаки. Ну и пока что без файтов у нас, таких что прям очень плотных. Ноуфир отходит. Дикей от скрина по... Не по кому вообще. Дикей не по кому. И вся трипла команды Биграйд Машин пока что бегает от Эмпайр. Здесь Блейд Фьюри в 2. Здесь Ноуфир тоже имеет Артик Берн. Зацепить можно и Рубик просто ушел отсюда. Рубик пошел заниматься... Руна не получилась. Тинни в итоге забирает руну Баунтик себе. Ну и здесь Редженерейшн, который СФ... Наверное, не побежит забирать. Или как это все будет протекать? Нет, Редженерацию забирает здесь в итоге Клоквер. Вот Резолюшн. Скрин у нас стреливает. Артик Берн включили. Блейд Фьюри уже должен быть от Сайлента. Сайлент не крутится. В итоге Сайлент цепляет у нас скрина. Скрин отваливается. Ну и Седой тоже может отъехать. Еще один удар после дому. И Сайлент лоу хпшный. Сайлент тоже в таверну. Ну, Виверна получает хорошо от тавера. Что ж так залагало? Алоха Дэнс дальше за Сландером. Фейтболт у него есть. Фейтболт прожал еще до того. Сейчас, конечно, Алоха Дэнс, скорее всего, умрет. Надо закупиться сразу. Но как это сделать, непонятно. 900 голды. Можно было бы уже купить где-то Аркан Буцы. Ну, их нельзя купить вот здесь, если не ошибаюсь. Да, никаких Аркан Буцов здесь не купишь. Ну, и Курьеры не были в полезных местах. В итоге 3 в 2 остановится счет. Империя выигрывает 1000 с копейками по голде. По экспириенсу 500 с лишним. Как там дела у Резолюшна? 17 на 3 у него по крипам. 25 на 11 у Луны. Ну, все очень ровненько идет. Милишный Резолюшн очень неплохо. Пока смотрится против мейн-керри команды Биг Ред Машин. У СФа 35 на 19. 12 на 1 у Тини. Это успех. Как минимум. Ну и Шадоуфинт по Нетворсу 2600. У Тини 1900. Луна приобретает себе в это время ПТ. Резолюшн цепляет у нас Луну. Просто выжигает ману за Икс. Ну, 6 левел уже есть у Луны. Если где-то наедине останется с Резолюшном. Я думаю, что ничем хорошим для него это не закончится. Ну, ничего. Фармит старается. Резолюшн точно так же старается и за Икс. 28 на 13 у него. У Риза 19 на 4. Ну, гляньте, какой файт здесь намечается. Сландера зацепили. Том Сон стоит на хайграунде. Его попробуй вообще достань. Аксмо подбрасывает Рубика. Еще и Йоку здесь досталось. Йоку старается уйти. Стики провязал. Боттл у него есть. Йоку будет бежать. Виверн. Сюда Бартик Берн, а не осколочки. Ну, и уходит отсюда. В итоге Йоку. Одного Рубика забрали игроки команды Big Red Machine. Все стянулись на топ-лейн. Сайвент пошел фармить. В это время мид. Пока есть. Сайвент фармит мид. Пока есть время. Пока там вчетвером ребята будут разбираться. Наверное, пропушить вряд ли получится на этой минуте. Даже с тамбой совсем-совсем на свете. Ну, а Сайвент зарабатывает экспириенс. И ему, конечно, нужен шестой левел. У Лун уже давно есть шестой левел. Даже седьмой есть в ЗХЦ. У Сайвента такой роскоши, конечно, нет. Пока непонятно будет, когда будет. Ну, Сайвент перетрухнул немножко. Думал, что Тинни сейчас выкастовываться будет на него. Ну, ничего. Развел просто на Блэйд Фьюри Тинни. Сайвент. А Сайвент вынужден отходить. У него 700 хп. Он раскаст переживает. Но в целом будет очень больно. Шестой уже близко. Фейсбутцы прибежали к Тинни. Прилетели. В Курьере. А Резолюшн отошел. Отходит он на топ-лейн. У Резолюшна есть кукшот. Это просто цель выбрать поадекватнее. Седова видит. Врыв пошел в Седова. Седова должен закрывать в коде. У Резолюшна не хватает маны на все это дело. Быстренько разбили Том Стоун. И одинокий фраг. Плюс заработанные деньги за Том Стоун. Пайр зарабатывает 360 голды. 330 по экспириенсу. И таким образом немного увеличивает свои преимущества до полутора тысяч. По экспириенсу они в 800 выигрывают. Где там Тинни? У Тинни есть Боттл. Есть Фейсбутцы. Это все чье? Это все Зэксце. Он себе собрал Аквилу. И Аквила к нему уже прилетела. Ну и здесь плавно Мэджикон тоже вырисуется для Зэксцета. Деньги на него есть. Надо просто доторабанить себе. Дайо с Боттлом Тауэлом под атаку. Ну и по крипстату первое место за Йоку. Причем посмотрите с каким огромным отрывом. Йоку обгоняет того же Сайлента чуть ли не в два раза. Даже больше чем в два раза. Обгоняет в полтора раза за Иксце. Обгоняет Седова. И Тинни просто несчастный. На фоне Йоку на Сэфе смотрится. 20 на 1 у Аксмо. И 76 крипов у Йоку. Это все на фарме очень хорошо сказывается. Смоуганку от команды Эмпайр на нижний лай. В кусты сразу же Зэксце. Сландер вообще не появляется на линии. Ну и Зэксце спрятался. Пес его знает где они ходят. И чего они вообще от меня хотят. Ну и здесь с мидлейна перетянулась команда Биг Ред Машин. Чтобы просто не встрять на этот Смоуганк. Понятно что с линии все пропали. Но не просто так. Не бывает такого. Савин приобретает себе фейсбуцы. У него есть Аквила. Ну и 300 голды есть также на руках. 7 левел Джаггер уже получил. Йоку пошел выфармливать вражеские леса. А чё бы нет. Время есть. Можно попробовать. Разбирается быстренько с крипами. И Т1 по мидлейну будет скорее всего падать. Тут никакого подсейва от команды Биг Ред Машин. Они сами заняты делом. Они стараются спушить Тауэр на топе. Но Эмпайр может успеть. Добить и этот Тауэр. Ещё и задефать собственный. Бьют. Савин бьёт. У Савинта есть ТП. И если будет ТПшиться. То сразу на Т1. В итоге Савинт забирает Тауэр на топ лейне. ТП от Савинта на нижний лайн. На топ лейн точнее. Нет. Это не Савинт. Это Йоку. Где Савинт? Савинт ничего не делает. Савинт просто дерётся. С крипами Савинт подпушивает под Т2. Постарается дефать. Пошёл сюда ТП от Савинта. Сразу же надо юзать либо одно, либо второе. Савинт кстати и переживает неплохо. Успеет ли дать ульту? Савинт в итоге не успевает дать ульту. Люсин Бимом его пригвоздило к месту. Как жаль. Почему сразу не дать ульту было непонятно. Лохэпэшный скрин. Ноуфьер полетел за ним. А Лоха Дэнс не видит скрина. Скрин делает ТП аут. И скрин отсюда улетает. Минус 2 от Империи. Минус 2 от команды Биг Рэд Машин. Всё это в плюс Эмпайр получилось. То, что умер Сайлент. Это прямо-таки скажем не очень. Реально не успел проклацать ульту. Даже как-то странно всё это вышло. Ну и счёт становится 5-6. По голоде 2000 Империя. По экспириенсу 1500 тоже в пользу имперцев. Тут недофармливает Тинни. Это факт. 25 крипов за 11 минут. Получается так, что не получается. Вот как получается. Вот как получается. Резолюшн отправился на мидлейн. Ему очень надо Блэйд Мэйл. Потому что раскастовка крутая. Дэмэджа много. БКБ пока никто ещё не собирал. Это не так-то просто. На 11 минуте. Луна наверняка следующим артефактом будет тарить данную штукенцию. Или может после Доминатора. Но, естественно, пораньше всё может сделать. Блэйд Мэйл пораньше может собрать Клокверк. Седьмой левел у Резолюшна уже есть. Остаётся немного голды ещё нас собирать. Так, закрывает у нас Сайлента. Тинни подбрасывает Сайлента. Сайлент лоу хэпэшный. Старается уйти. И, по-моему, убегает здесь через фейсбуцы. Сайлент уходит. Под сейф надо от Ноуфера. Здесь есть, кстати, ещё и тотем. Тотем, а Хилингвард. От Сайлента. Ну и половину хп себе восстановили. Кто отправился на мидлейн? Это Зэксэ, это Скрин, это Седой. Все, все, все на мидлейне. И Тавр в опасности. Сюда тоже Империя, если и будет дефать, то надо стягиваться наверняка в 7, 3 в 3 драться. Но не очень хороший вариант. Резолюшн прочекал ракеты, где кто находится. И Зэксэ вместе со Скрином тут сюрприз ему не сделает. Ну и посмотрите, сколько беготни вообще по карте. Практически никто не стоит на линиях, не фармит. Кто-то вообще тут просто чёрти где находится. В частности, Сландер. Ну и должны ловить Скрин. Скрин ловят ульта сразу же в него. Даже до Томстоуна проюзанного. Теперь Зэксэ будут разбираться. У него есть Эклипс, но он ему не будет юзать, потому что бесполезно. Это абсолютно минус 2 от команды Эмпайр. Поставили вард, будут разваливать Тавр и возможно пойдут на Т2. Пока минус 2. Два важных героя. На этой минуте очень важный герой. В частности, Undying. Конечно же, Мейн Керри важен. ХП есть. Будут идти дальше. Да, бегут на Т2. Луны нет. Но она Эклипс не проюзала. Если придёт сюда, то лучше бы, конечно, и свалить всем. Побить Тавр в любом случае могут. Врываться пока никто не может. У Тини нет ещё Даггера. Копейки остаются. Всё. В принципе, сейчас Даггер уже будет приобретён. Немножко продамажили Тавр и начинают расходиться. Скрин бежит. А Ноуфир еле-еле прёт вообще. И Ноуфира, по-моему, здесь оставляют. Остальные все уходят. Или будут всё-таки драться. Том Стоун на хайграунде. Ульта пошла от Виверны. Застопили всех. Бросают Седого. Седой будет орать на Йоку. Нарал на Йоку. Йоку провязал Мекку. Алоха Дэнс надо кого-то поднять и куда-то отправить. Ну и здесь закрыли Ноуфира. Уходит отсюда Йоку. Ну и просто так. Вообще никто не даст ему просто так уйти. Ещё и Финс Грипп у нас на Йоку. Врывается Резолюшн. Резолюшн закрывает в Коге. Сразу двоих ульта пошла от... Нет, не ульта. Это смерть Сефа. Не очень полезная штука. Эклипс от Луны. Минус 3 от команды Биг Ред Машин. Ну и Рубик. Мансит. Мансит. Но пока ни к чему хорошему не привело это. Ну и это минус 4 от команды Биг Ред Машин. Вот это погнали так погнали. Никто не умер. Все слишком битые, чтобы драться ещё с кем-то. Но драться просто не с кем. Джаггер отсюда свалил. Джаггера здесь, по-моему, кстати и не было. И это минус 4. Минус 3 точнее. 2 300 по голде. 2 500 по экспириенсу. Биг Ред Машин плотненько потрепали команду Эмпайр. И выигрывали Империя в какой-то момент 6 тысяч. Теперь 3. По экспе выигрывали 3 с половиной. Теперь чуть менее тысячи. Ну и 15 минут прошло. Давайте наблюдать за артефактами. Некромас... Некрономик он. Бестмастера. Есть вот седого у Андаинга. Попытка выйти в Мекку. Баклер уже имеется. Рингофриген есть. Есть Транквилы. У Бэйна ничего совершенно. У Бестмастера мы смотрели. У Тини появляется Даггер. И у Тини на этом все. Больше ничего не появляется. Появляется Брасер, если не ошибаюсь. Будут покупаться барабаны у Тиника. Ну и Луна уже после Аквилы приобретает себе практически Яшу. Со стороны команды Эмпайр. Винтерн Виверн. Рингоф Транквилы. Солл Ринг. У Шадоу Финда есть. У Гр Клаб есть Мека. Идет в БКБ Йоку 100%. Здесь много всего. Неприятного в частности Эклипс. Вся раскастовка Тини. У Клокверка есть Блэйд Мейл. Есть Транквил Буци. Рубик. Аркан Буци плюс Урнов Шадоуз. Ну и ловят двоих. Зэкс Се здесь. И Андаинг здесь. Зэкс Се разваливается. Что украл Рубик? Рубик украл Люсин Бим. Последний раз, когда Рубик это делал, он делал рэмпатч на хайграунде. Не знаю, в этой ситуации не в этой. Или возможно ли невозможно. Будем потом гадать, когда эта игра закончится. Ну и у СФа 2-100 на руках. Шадоу Финд уже может купить себе Митрил Хаммер. И постепенно выходить в Блэк Кинг Бар. Ну ничего себе не покупает. Йоку, во-первых, не принести сейчас. Во-вторых, некуда положить. В-третьих, деньги на байбэк необходимы. Луны нет. Луну будут ждать, как команда биквейт машины. И не факт, что успеет Луна вообще сюда прибежать. Хотя Луна уже тпшится на нижней лайн. Тинни прыгает. Подбрасывает Сайлента. Сайлент у нас. Входит в плейд Фьюри. Разультился СФ. Тинни очень сильно бит. И Тинни разваливают. Томп Стоун стоит на хайграунде. Седой кричит на Йоку. Тамбу развалили. Пока что минус один от команды Эмпайр. Эклейфс пошел от Зээкс Сэп. По всем. Те, кто только могли на себя удар приняли. В итоге команда Эмпайр живы все. А здесь очень сильно биты андаинг. И выкастывали все необходимые сплы игроки. Команды Биг Рэд Машин дальше драться смысла не видят. Они это правильно. Я тоже не вижу. 629 по голде. Плюс забранный Роха. Командой Эмпайр. Ну и Сайлент без Омни Слэша еще 40 секунд. Ушел фармить себе. Ушел фармить себе Шадоу Блейд. А потом Сильвер Эдж. Как я понимаю. Никаких Глимер Кейпов. Понятно, что от Джаггернаута мы не увидим. Резалюшин уже купил стафов в Изардрит. Готовится к приобретению Форс Стафа. Очень много беготнин действительно ненужной. Как от одной команды, так и от другой. И ритм они теряют. В частности, БРМ сейчас очень сильно потеряла ритм. Бестмастер. На линию с линии. На линию с линии. Подбежал, получил дэмэдж. Улетел хилица. Под собственный фонтан. Все это время. А время в доте, безусловно, деньги. Если у тебя ровные руки, то... Именно так, как и везде. Таким образом, у нас плотный не до фарма Бестмастера. По Нетворсу он на... Нет, он на пятом месте. Нормальный такой до фарма Бестмастера. Все хорошо. 87 на 6. Ну, не только Бест. В частности, Undying. 3000 всего. Сландр. Вообще, на полнейших голяках. Резолюшин. Хукшот у него есть. Врываться сейчас получается. Ваксмо, правда, застопить его не смог. Ну, и закрывает его в Коге. Будут разваливать здесь тени. Тени просто рассыпается. Еще и Тамбу могут. Ага. Тамбу нафармить. Это Тамба команда Эмпайр. Тут Алуха Денсит играл на 5 с плюсом. Ну, и команда Эмпайр в это время на Т2 заходит. Со спины зашли. Перекрыли возможность вообще подойти кому угодно. Т2 будут забирать. У самой Империи все Тавара стоят на месте. Но агрессивно себя ведут. Никуда не хотят пускать тени. Тени еще и убивают. Он идет со счетом. Посмотрите, каким. Не буду даже вслух это произносить. Чув меня. Ну, и мобильно двигаются по всем частям карты. Седой старается сделать ТП-аут. Поднимает его Рубик. Ульта пошла от Винтер-Виверны. И Седова, по идее, здесь развалит. Тоснул еще и Алуха Денс. Кого-то приморозил Алуха Денс. И умирает у нас Бестмастер от Нолфира. Алуха Денс пополнил себе Урн оф Шадоуз. Убивать, конечно, ни кров не надо. Ни одному, ни второму. Я думаю, что ваше сердечко этого не переживет. И Алуха Денс отошел. Алуха Денс уже с Даггером. Это уже плюс. Так, у нас поймали еще и Скри Наскин. Опять разваливается. Резолюшн, правда, умирает от ZXC. И размен пока один в один на этой линии. Разменяли... Ну, что, разменяли у Флейнера на Саппорта. Это, конечно, в плюс команды Биг Ред Машин. Сайлент. На Аксмо. Тини в соло от Джаггера рассыпается на куски. Нашли противодействие. Третий Некра появляется у Бестмастера. Ну и Сайлента, по-моему, уже где-то есть. Да, Сильвер Шадоу Блейд уже есть. До Сильвер Эдж осталось совсем немного. Двадцать вторая минута у нас идет. По голде Эмпайр выигрывает девять тысяч. По экспириенсу семь. Пользуем Империи. Начинают пушить предпоследний внешний тавер. У Сайлента есть Хеллинг Барт. У Йоку есть Аэго. У Йоку есть Мека. Ну, укомплектованный Импайр получше. Ну и самое главное, что эти важные артефакты, они достаточно рано заимели. Аэго, БКБ, все, в принципе, у Йоку есть. И, возможно, даже будет заход на хэкграунд, а, возможно, пойдут на нижний лайн сносить последний тавер. Это было бы правильно, скорее всего. Тавер на топ-лейне за Икс Се старается забрать. Ну и, наверное, заберет. Рассредоточиться Импайр вряд ли планирует. Луна не забирает тавер. Луна просто уходит. Она уходит дефать собственный тавер за Икс Се стал в кусты. 38 секунд не будет Эклипса. Команда Импайр должна, по крайней мере, знать об этом. У Джаггера появляется рецепт на Яшу. Что, простите? Просто сам по себе никакого Сильвер Эджи не будет. Шадоу Блейк. На этом все. Ну что, врыв пошел от Резолюшна. Прямо на Седова. Успеет ли Седой провязать Некров? Некров успел провязать. Седова выбросили подальше. Седова развалили. Он перед смертью успел дать еще и ульту. Алоха Денс тут дамажит очень сильно. Джаггер наут получил по голове. Аж через 7 секунд у него будет Омни Слэш, но Хилингвард есть. Выхиливается Сайлент. И Хилингвард очень много всего восстанавливает в команде Эмпайр. Теперь есть Омни Слэш и нет внешних товаров. Также нет Бестмастера. И, по-моему, команда Эмпайр готова заходить на хайграунд. По-прежнему... Нет, Шадоу Финт уже без Аэги. Тут демаджа много. Артефактов тоже прилично. Алоха Денс Эвеллендж. Тинни Эвеллендж. Все Эвеллендж. Ну и Сайлент ждет своей очереди. И просто, чтобы ворваться на ульте в кого угодно. Далековато, конечно, нельзя Сайленту заходить. Тавр развалили. Сайлента выталкивают. И забрали Т3. Игроки команды Эмпайр должны теперь отойти. 13 тысяч по голде они выигрывают. По экспириенсу почти 10. Нормально. На 2 четвертой минуте Империя хорошо себя проявила. Шадоу Финт уже приобретает себе Сашу Яшу. Теку. Сей артефакт еще не летит. Но скоро уже будет. Так, что у нас по артефактам? Давайте посмотрим. Начнем с команды Big Red Machine. Здесь до Мекки у Скрина осталось 400 голды. 350 у Тинни. Появляется в Point Booster. Еще 2000 необходимо до появления Аганима у Бэйна. Ничего интересного. Урнов Шадоус 0 зарядов. Обычный тапок у Луны. Рецепт на Манта Стайл. И остается 1000 голды до самой Манта Стайл. Есть 1300 на руках на данный момент. Тинни мы с вами видели. Бестмастер. 850 на руках. Обычный тапок и Некрономикон. Но умирает Бестмастер невероятно много. Теперь со стороны команды Эмпайр. У Джаггернаута уже есть Яша. Есть Драма Фендер и Шадоу Блейд. 1100 на руках у Рубика. До Аганима остается 1700. Алуха Дэнс хорошо себя здесь проявляет. 5 киллов, 8 ассистов. Деньги нормальные Рубики. Рубик имеет 5 место у нас по Нетворцу. Кстати, у Флейнера команды Биг Рэд Машин обгоняет. Клокверк отрезолюшна. У него Форстаф есть. Блейд Мэйл есть. Транквил Бутсы. СФ. Он же Шадоу Финт. Он же Йоку. Саша Яша. Мека. Пауэр Трэдс. БКБ. Эринго Факвилла. Ну и Винтерн Виверн. Гриммер Кейп. Транквил Бутсы. Ну и есть также Гем у Моуфера. 14000 золота. Перефармы. 9000 по экспириенсу. Сайлент очень давно не узал. У меня слэш. Я уверен, что жаждут игроки команды Эмпайр сейчас в драку ввязаться. У Йоку появился Саша Яша. У Йоку нормальные статы. ХП предостаточно. 1746. Ну и готовы, наверное, уже врываться. Резолюшн здесь. У Резолюшна есть Фейс Бутсы. Ой, Фейс Бутсы. Блэйд Мэйл, конечно же, есть Форд Став. Нужно ворваться, улететь, закрыть в Коге. Сайлент начинает пилить барак. Есть Хилингвар. Кстати, недалеко Сайлент сразу же разультился на ЗХЦ. Эклипс не успевает провязать у нас в итоге ЗХЦ. Сейчас только. Если и будет провязан, то сейчас. Йоку в Блэк Кингваре. Находится по Йоку. Вообще не достает Эклипс. Один удар, Люсин Бимбл, только по Сайленту. Все остальные нетронутые остались. Ну и Сайлент побежал за Сидым. Пытается подстопить Сидого. Акс Моу отбрасывается Эвелинджем. Ну и команда Эмпайр перемещается на нижний лайн. Будет забирать бараки. ГГ ВП, пишет коллектив. А Биг Ред Машин. О май Гадабл. 26 минут 30 секунд. Империя агрессивно провела начальные этапы. И получилось все как нельзя хорошо. Праймал Руар от Рубика второго левела. Еще Аганима не было. Был бы Аганим. Было вообще интересно. Телекинез. Четыре штуки что ли. Короче, много всего Рубик провязал в этой игре. Ну что, поздравляем команду Империи. Они сравнивают счет. Счет становится 1-1. И у них есть шанс. Причем очень приличный. Игру довести до логического завершения. И все эти опенквалы закончить на позитивной ноте для себя. У нас небольшой перерыв. Выпить чая, выпить кофе, чтобы не засыпать. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Продолжение следует...